Больше 2700 сотрудников 36 организаций Чуваши ждут, когда им погасят долги по зарплате. Такие данные озвучили сегодня в Доме правительства. Постоянно 7 июня 2019 года задолженность по выплате заработной платы 36 организаций Чувашской республики составляет 166 миллионов рублей. Больше всего сотрудникам должен Чуваш Автотранс – 91,5 миллион рублей. Впрочем, его работникам относительно повезло. Как правило, сначала должника обязывают выплатить в бюджет налоги и страховые взносы. И только потом долги по зарплате. Однако республике при содействии прокуратуры удалось поменять очередность выплат. Долги по заработной плате решением суда выведены в первую очередь. Те доходы, которые будут получены от реализации имущества, напрямую направлять для погашения заработной платы перед работниками. У 109 работников Чебоксарской типографии номер один, которым должны больше 11 миллионов, дела хуже. Три года люди не могут получить заработанную заработную плату. И когда вы планируете вообще по вашим прогнозам разрешить эту проблему, или проблема останется и не разрешится, и людям надо сказать. Скорее всего, Михаил Альфович, проблема эта останется нерешенной, и работники, скорее всего, заработную плату не получат. Имущество распродано, денег у основного должника нет. В отношении бывших руководителей возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об их субсидиарной ответственности. То есть, возможно, именно им придется вернуть долги. Как и для типографии номер один, вышли все сроки погашения для чувашского бройлера компании «Экострой». По последней долги должны были вернуть до 28 февраля. Я призываю вернуться к этому графику, рассмотреть еще раз, а то мы обманываем себя и граждан республики, что до 28 февраля зарплата будет выплачена. Проходит 1 июня, зарплата не выплачена. Ну и что такое? И все-таки по большинству предприятий должников надежда есть. За этот год работникам уже удалось вернуть более 50 миллионов. Так долг в 3 миллиона погасили перед сотрудниками фирмы «Старко». Выплачен аванс за май. По предприятию на сегодняшний день долгов нет. На сегодня именно по заработной плате. Глава Чувашии попросил всех ответственных лиц в самое ближайшее время предоставить графики погашений и работать по проблеме не формально, а на результат. Я прошу всех членов межведомственной комиссии, вот кроме того, что вы делаете, кроме того, что мы бумаги там пишем, отчеты показываем, перейти на конкретную работу по каждому человеку по снижению долгов.